Парламент Германии Греция живет в основном за счет денег, заимствованных у правительств Еврозоны с 2010 года, когда страна потеряла доступ к рынкам из-за раздутого бюджетного дефицита, огромного государственного долга, неэффективной экономики и системы социального обеспечения. Издание напоминает, в сентябре Греция сделала еще один шаг к завершению программы спасения и внешнего экономического надзора. Совет ЕС подтвердил, а финны больше не нарушают правила Еврозоны в отношении бюджета. Дефицит бюджета Греции сократился до менее 3% ВВП, что соответствует правилам Евросоюза. Цитата. «Это конец греческого кризиса. Я думаю, что Греция переворачивает страницу. У нее есть все составляющие, чтобы завершить программу с уверенностью, что мы можем получить доступ к рынкам и реализовать нашу стратегию роста», – отметил министр финансов Греции Эвклид Соколотос. Последствия торговой войны США могут быть более серьезными, чем ожидается. Об этом объявил президент Европейского центрального банка Марио Драги. Подробности в материале «Блумберг». Отмечается, что в рамках саммита ЕС в Брюсселе Драги заявил главам правительств, обострение напряженности в отношениях между ЕС и США может привести к негативным последствиям. Это проявится как в плане ухудшения делового климата, так и в виде негативного влияния на цепочки производства различных компаний. Марио Драги также отметил, что неопределенность и снижение уверенности бизнеса в связи с ухудшением торговых отношений уже оказывают заметное негативное влияние на частные инвестиции в ЕС. Об этом уведомил неназванный источник агентства. Евроньюз передает, итальянские бизнес-леди уходят из торговли в новые технологии. Как активизировать участие женщин в предпринимательстве? В каких сферах экономики наиболее активно представлен прекрасный пол? Чтобы ответить на этот вопрос, журналисты телеканала встретились с женщинами, стоящими во главе компаний. Цитата. Сегодня женщины-предприниматели главным образом представлены в торговле, туризме, сельском хозяйстве. Одновременно их число растет и в секторе инновационных технологий, рассказывает Тициана Помпей, генеральный секретарь Ассоциации торгово-промышленных палат Италии. Один из примеров группа Артера Био в Неаполе. Ее хозяйка и директор Габриэла Калучи стала одной из победительниц Европейской премии для женщин. Стартап ведет исследования в области косметологии и агропрома. Сегодня фирма хорошо известна в среде биотехнологических тяжеловесов. Цитата. По статистике итальянские предпринимательницы возглавляют пятую часть всех итальянских малых и средних компаний. Что делается для их поддержки? Тициана Помпей отвечает, что на протяжении 20 лет в компании, у руля которых стоят женщины, вкладываются инвестиции. Очередная утечка. Данные около 340 миллионов американцев оказались в свободном доступе. Вы, должно быть, никогда не слышали о маркетинговой компании Exactis, пишет корреспондент издания Wired Энди Гринберг. Зато она очень много знает о вас. И сейчас любая информация, которую эта фирма собирала и хранила о вас, может оказаться в руках хакеров, если они знают, где искать. Опасности подвергаются 2 терабайта персональной информации граждан США, собранной на серверах Exactis. Это номера телефонов, домашние адреса и адреса электронной почты, информация о предпочтениях и возрасте. В базах не было данных о кредитных картах и номеров социального страхования. Это уже вторая массовая утечка в США за последние 2 года. База данных была обнаружена специалистом по безопасности Винни Троя. С помощью специализированного поисковика в ходе тестирования серверов фирмы. Я не удивлюсь, если кто-то уже нашел эти данные до меня, сказал Троя, который связался с Exactis и ФБР и уведомил их о своей находке. Компания уже закрыла доступ к серверу, но комментировать ситуацию не стала. Субтитры создавал DimaTorzok